Здравствуйте! Сегодня программа хэштег. Я Дмитрий Сокур. И сегодня в гостях у нас Павел Гуров, директор департамента фото и аудиотехники компании «Олимпус Москва». Здравствуйте! Павел, вам слово. Расскажите, пожалуйста, немножко о компании «Олимпус». Чем она сейчас занимается? Компания «Олимпус» означает, что это известный японский производитель. Это компания с более чем в 90-летней истории, которая производит большое портфолио продукции, связанное с оптикой. Мы оптическая компания. Мы производим медицинское оборудование. Это номер один наш бизнес. Медицинское оборудование? Никогда не подумал. Многие не знают нас как производителя, а мы очень крупный производитель медицинского оборудования. Также мы производим продукцию потребительскую электронику, это фотопродукция, это аудиопродукция, номер один в мире по диктофонам. И также мы производим индустриальную продукцию и микроскопы. Микроскопы среднего и высокого ценовых диапазонов. Окей. А как вы оказались вообще в фотоиндустрии? Можете про себя немножко сказать? Потому что я-то знаю, что вы давно начинали и пришли сначала работать в компанию «Кодек», а потом еще и в «Полароиде», по-моему, были. Да, ну это абсолютная правда. На самом деле, я думаю, что через полгода я уже буду вправе отметить свое двадцатилетие внутри, собственно говоря, индустрии, связанное с фотографией, потому что весной 1994 года я оказался… Уже почти 20 лет. Да, это так. В 1994 году я, собственно говоря, оказался на борту компании «Олимпус», так можно сказать. Да, и именно это тогда был крупнейший гигант, наверное, всей фотоиндустрии, именно с этой компанией… Компанией «Кодек». Компанией «Кодек», да. И именно в этой компании проработал 14 лет. На самом деле она дала мне многое, многое, потому что это были первые годы постсоветские… Цветной фотографии настоящие. Цветной фотографии настоящие, да. И вообще понимание, что такое фото, что такое работа в крупной компании. Удалось поработать с огромным количеством разных менеджеров из разных стран и просто перенимать их опыт. А что случилось с компанией «Полароид», кстати? Ну, с компанией «Полароид», наверное, случилась достаточно такая банальная и в каком смысле прогнозируемая вещь. Это, наверное, был один из первых крупнейших производителей гаджетов еще не цифровой эры, собственно говоря, моментальной фотографии. Поэтому уход на цифру, он просто привел к тому, что сам по себе вот этот вот аналоговый гаджет, он просто ушел с рынка. Ну, дальше у них были просто финансовые проблемы. Окей, прежде чем мы перейдем к маркетингу, пиару и рекламе, давайте вспомним 2008-2011 год. Вот насколько я помню, фотоиндустрия вообще пережила два таких довольно серьезных потрясения со стороны, во-первых, финансового рынка, с другой стороны, производители мобильных телефонов тоже на вас довольно серьезно наступают сейчас. Осталось вам вообще место в бизнесе? Однозначно осталось место в бизнесе. Я думаю даже, что у таких именно производителей, как «Олимпус», производители с историей, с определенным уровнем выпускаемой продукции, наверное, даже мы сейчас вправе более четко сосредоточиться на том, что мы умеем делать лучше всех. По поводу 2008 и 2011 годов ситуация следующая. 2008 год, он, естественно, нанес такой глобальный экономический урон, но в зависимости от того или иного региона, собственно говоря, компания провела его чуть лучше или чуть хуже. И тут я обращаюсь к тому, что я уже сказал, у нас большая часть нашего бизнеса – это медицина. Медицинский бизнес позволяет… То есть она поддержала нас, да. Она нас очень сильно поддерживает, да. Это важно. Вообще глобально, с точки зрения топ-менеджмента, я думаю, что это шикарное портфолио внутри компании, когда есть и самые быстро развивающиеся индустрии, которые являются фотокамеры, они очень быстро заменяются, и нужно постоянно быть на самом краю технологических новинок. И в то же время такие монстры, которые работают с… Я имею в виду производство медицинского оборудования, которые поработают на более длительных жизненных циклах продуктов и позволяют долго отрабатывать один продукт внутри бизнес-схемы компании. Вы принесли к нам в студию сегодня несколько образцов техники. Может быть, кратко покажете, чтобы мы хорошо представляли, чем же вы занимаетесь на практике. Ну, я, может быть, там не буду сейчас совсем в детали, в фототехнике уходить. Две камеры. Я скажу так… Одна выглядит очень даже хорошо. Здесь три камеры, начнем. Здесь три камеры, да. Окей. Я думаю, это мобильный телефон просто новый. Можно сказать. Хотя, на самом деле, наверное, это одна из самых, так можно сказать, прикольных камер. Это камера защищенная, которая может снимать и под водой до 15 метров, и при низких температурах, в горах, и классно снимать. При этом на ней стоит очень светосильная оптика, поэтому качество картинки будет отличным. Ну, и, наверное, самое одно из потребительских таких классных преимуществ этой камеры – то, что ты можешь моментально кидать изображение через Wi-Fi, через свой мобильный телефон в социальные сети или в Instagram. Про социальные сети мы тоже сейчас поговорим немножко. Ну, а вот для вот этих крупных таких камер разве время не ушло? Это, по-моему, стало просто каким-то атрибутом профессионального журналиста? Я могу сказать, что время для этих камер не то, что не ушло, а пришло. Потому что, по большому счету, в фотоиндустрии сейчас есть единственный сегмент продукции, который именно бурно развивается. Не просто растет, а бурно развивается во всем мире. Потому что в сознании, зачастую в сознании многих массовых потребителей, зеркальные камеры являлись неким эталоном. Но, на самом деле, в 2008-2009 году, вот в эти годы, Olympus и еще одна наша компания, ну, с которой вместе, собственно, развивалось это направление Panasonic, запустили абсолютно новую линейку продукции. Вот, кстати, можно я тут вас на секунду перебью? Ваш интересный разгар про камеры. Расскажите про ваше сотрудничество. Я, потому что недавно услышал такой термин «копетишн». Придумывала, по-моему, его компания IBM. И речь идет о конкуренции и о сотрудничестве. «Копетишн» как «кооперейшн» и «компетишн». Такие два простые слова. И вот на примере Apple и Samsung можно сказать, что они, с одной стороны, судятся за патенты, с другой стороны, прекрасно друг другу помогают производить чипы и в технологиях тоже, наверное, сотрудничают. Что у вас происходит? Ведь есть несколько крупных, самых мощных, наверное, производителей, которые держат весь рынок. У вас есть какая-то синергия или же вы все равно жесткие конкуренты? Я думаю, что «копетишн» у японских компаний существовал, существует и будет существовать. Ну, во-первых, японские компании – это своего рода некий клуб. Если брать фотоиндустрии, то порядка 90% рынков, в принципе, ими контролируются. То есть это, в принципе, японская продукция. Второй немаловажный момент, что это рынок, это не нефтяной рынок. Здесь себестоимость продукции безумно важна. Поэтому, естественно, многие компании продают друг другу определенные компоненты, которые они умеют делать лучше других. И за счет этого постоянно происходит качественный рост продукции. Да, «копетишн» существует и есть два продукта, произведенные «Олимпус». В них, бесспорно, «Оптика» «Олимпус», но есть ряд элементов, которые произведены другими производителями. Кстати, когда мы готовились к передаче, вы мне тут хотели показать какие-то два буклета о какой-то системе новой. Ну как, относительно новой. Да, но я, на самом деле, это скорее не столько даже, чтобы говорить об этой системе, потому что это достаточно длительный разговор. Но это как пример. Пример в том числе и «Копетишн», и пример своего рода развития мировой индустрии. Скажем, в мире всегда, это было и в телевидении, это было во многих других отраслях индустрии, существуют так называемые закрытые и открытые системы. Ну вот, собственно говоря, «Олимпус» был одним из проводников создания фотографии открытой системы, которая позволяла бы любому производителю под эту систему производить как камеры, так и оптику. Объективы, да. Да, объективы. Как пример-то этого, у меня два каталога, они относятся к разному времени, один к 2008 году, а другой к 2013, буквально к настоящему периоду. Окей, ну, кооперация в действии. Да, да. И тут, если посмотреть просто, кем они забрендованы внизу, то «Олимпус» и «Сигма», все известные компании. И они производят продукцию, которая совместима. Прекрасно. Но это все равно примеры западного рынка. А как вы себя чувствуете в России? Что происходит с рынком? Он чувствует себя хорошо, он стагнирует или он все-таки падает? Ну, если говорить о рынке фото в целом, фотоаппаратов, не фото, а фотоаппаратов, то он, бесспорно, падает. Если говорить о рынке… Падает в России или в мире в целом? В мире, в Европе и в России в том числе. Он просто чуть в разных стадиях находится. Но он падает только в сегменте так называемых компактных фотоаппаратов, что вполне естественно, потому что смартфоны, которые сейчас, собственно говоря, попадают каждый день все в новые карманы пользуются. Уже, по-моему, по нескольку смартфонов у каждого пользуются. Да, по нескольку уже падают. Они просто заменяют на так называемом ежедневном уровне фотоаппарат. Но, опять же, они заменяют фотоаппарат для того, чтобы делать фотографию… У вас нет, кстати, капитишного с компанией Apple или с компанией Nokia? У вас оттуда выжили, получается, да? Нас оттуда не выжили. На самом деле, это хорошо, что мы, наверное, даже оттуда уходим для нас, потому что, опять же, еще раз говорю, мы начинаем делать более качественно то, что мы делаем лучше, чем кто-либо еще. А мы уходим из той ниши, которая экономически менее целесообразна. Ну вот смотрите, на рынке получается пять основных игроков, которые, по сути, должны весь этот пирог разделить между собой. Как вам удается инструментами пиара, маркетинга, BTL сделать свой продукт более привлекательным для потребителя? Ну, во-первых, на рынке не пять, а семь основных игроков. Это такой кусок сразу раз, уже другая доля сразу получается. Да. Это первый момент. Во-вторых, с точки зрения дифференциации, собственно говоря, как себя сделать отличным от других, мы, на самом деле, сделали первый и самый мощный шаг. Это то, о чем я упоминал. Олимпус и Panasonic – это компании, которые создали абсолютно новый сегмент продукции. Так называемые камеры с матрицей большого размера, размер такой же, как на, допустим, зеркальных наших камерах был, но при этом без зеркального туннеля. И мы просто создали абсолютно новый сегмент. Он технологически на другом уровне находится. И все те новые модели, которые выпускаются в этом сегменте, они развиваются. Ну, я уверен, что для массового потребителя, да, это ведь самый главный, ну, красивый фотоаппарат, известный бренд, хорошо фотографирует. Неужели все знают, что этого туннеля нет и то, что это уже без зеркальной камеры? Вопрос не в том, знают ли люди о том, что там этот туннель есть или нет. Вопрос в том, что каждый год в этом сегменте выходит настолько высокотехнологичный продукт, что производители, допустим, классических зеркалок физически уже не могут за этим угоняться. Это еще немножко, еще пару лет, и они просто будут находиться сзади. Окей, ну, а вот как вы делите тогда свой маркетинговый пирог? Сколько, я пытаюсь из вас какие-то практические секреты, трюки узнать, у вас пытаюсь узнать, там, для того, чтобы наши зрители тоже могли ориентироваться, сколько в процентах, по вашему мнению, вы тратите на прямую рекламу, сколько на продвижение в точках продаж, сколько денег уходит на работу с социальными сетями или пиар? Ну, я не буду говорить о том, прям вот конкретно в процентах, сколько это уходит. Могу лишь только сказать, что так как рынок в России развивается, то, в принципе, мы бюджет, условно говоря, делим на две основные половины. То есть, условно говоря, есть то, что компания «Олимпус Москва» здесь генерирует и использует для своей, скажем так, обязательной маркетинговой деятельности, да, а есть то, что мы используем как инвестиции для развития, допустим, абсолютно нового сегмента. И для этого используются некие специальные дополнительные ресурсы. И второй, наверное, важный момент, на который надо обратить внимание, если еще полтора года назад, год назад, что там, год назад, когда мы продавали прежде всего массово дешевые камеры, там, стоимостью 3-4 тысячи рублей, мы говорили прежде всего про BTL, и по большому счету цена играла все, то прошел буквально год, и рынок перевернулся с ног на голову, и также маркетинг. Окей, я хочу вас немножко перебить, потому что у меня есть следующий вопрос про, там, какой же бюджет вы тратите на продвижение продукции. Но это мы сделаем, там, через несколько минут после рекламного блока. Это программа «Хэштег» с Дмитрием Сокором, и у нас в гостях сегодня Павел Гуров, компания «Олимпус Москва». Павел, вот мы остановились на интересном вопросе, сколько же денег вы тратите для того, чтобы продвигать свою продукцию? Готовы назвать абсолютную цифру? Абсолютную цифру сейчас я, наверное, не готов назвать, но могу одну вещь сказать абсолютно точно, что если раньше для продвижения фотопродукции, вот продукции такого типа консюмерной, объем рекламного бюджета был решающей вещью, то сейчас гораздо большее значение имеет то, как ты эту рекламу доносишь до своего конкретного конечного пользователя, потенциального и того, которого ты ассоциируешь с конечным пользователем. Ну вот вы какими сейчас каналами рекламы пользуетесь? То есть у вас наружная реклама, телевидение, вы в интернете что-то делаете? В принципе, мы сосредоточены сейчас в основном на, скажем так, достижении потребителя посредством цифровых различных носителей, цифровой рекламы. Очень простая, собственно говоря, база, почему, да, если мы возьмем, не знаю, начало 20 века газеты, это было все, потом радио пришло, потом телевидение перехватило инициативу, и мы узнавали все новости из телевидения. Сейчас, собственно говоря, я сейчас в студии, да, вы сидите, у вас перед вами портативное персональное электронное устройство, назовем это так, да, фактически планшет, который, опять же, является планшет или мобильный телефон, это устройство, которое сейчас с людьми все больше и больше постоянно под рукой. И, соответственно, это первое место, первый источник, откуда идет информация. Соответственно, так же и мы думаем, и мыслим, что наш потребитель, это потребитель, который всегда держит под рукой мобильный телефон или планшет. То есть все в сети на мобильную платформу, да? Да, если мы будем доставлять наш контент до этого потребителя непосредственно напрямую, значит, мы будем максимально эффективны. Вот есть такое мнение, что прямая реклама умерла. Вот в вашем случае Олимпус Москва, то есть российский рынок и фотопродукция, это так? Что именно имелось в виду, как прямая реклама сейчас? Ну, она неэффективна, она очень дорогая. Не с виду и тел какой-то? Да, и тел. Да, действительно, в нашем случае она однозначно сейчас становится неэффективна. Может быть, в случае, не знаю, продвижения продуктов питания или еще чего-то, это все еще эффективно. Но в нашем случае ее эффективность падает и падает стремительно. Окей, то есть вы больше, наверное, в интернете устраиваете компании. Как в этом смысле, что вы можете сказать про Facebook, про Twitter, делаете ли вы там какие-то эксперименты и каков сейчас результат на текущий момент? Ну, во-первых, к счастью или к сожалению, без вот этих вот комьюнити в интернете сейчас никуда. То есть, условно говоря, не использовать их, это было бы по меньшей мере глупо. Это один из самых быстрейших способов разнесения информации. Иногда на этом ты делаешь какой-то плюс, иногда ты внутри этого можешь совершать ошибки, внутри таких же маркетинговых ходов через свои группы в социальных сетях. Естественно, мы используем их для абсолютно любых вещей. Мы просто объединяем людей по интересам, а также приглашаем их на различные специальные мероприятия. Зачастую пользователи могут узнать какую-то новость раньше группы, я имею в виду. Они могут узнать какую-то новость гораздо раньше, и мы можем для них создавать какие-то специальные мероприятия. Что имеется под специальные мероприятия? Демонстрация техники. Да, демонстрация техники. Я могу самый простой пример привести. Вот, например, сегодня со мной камера, которая буквально недавно начала продаваться в России. И мы за несколько дней до начала продаж, буквально за неделю, организовали мероприятие в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, как нам было пригласить туда людей? Да, но мы же не будем в газетах печатать объявления. Приглашения, да, через социальные сети. Да, через социальные сети. И в результате мы были рады, что 15 тысяч человек в течение 4 дней так или иначе подходили и пробовали снимать на эту камеру. И у них уже появилось первое впечатление. Кстати, можно вот вопрос от потребителей немножко в сторону отойдем? Как вы формируете ценовую политику? Ведь в социальных сетях широко обсуждается цена продукта в России и, скажем, в Америке. Там продукт можно условно купить за тысячу, а у нас это всегда 1500. Россия маржует. Да, или 1800 долларов. Я был бы рад, на самом деле, если бы мы могли про себя сказать, что наш бизнес, так сказать, в России там маржует. К сожалению, это не так. Очень много факторов влияющих. Они связаны как с американским, к примеру, рынком, так и с российским рынком. Везде есть свои особенности. В Америке рынок состоит из очень ограниченного количества игроков, которые занимают там порядка 80% рынка. Это сети вы имеете в виду? Это сети огромные. Best Buy, CareFour и так далее. Они закупают огромные объемы товара. И плюс ко всему, не забываем, что в Америке ценник, который указан везде, в интернете, на полке, это все без налогов. Без локального налога, да. Это еще от 10 до 18%, если не ошибаюсь, от штата к штату. Да, налог на продажу, да, совершенно верно. А в России самые крупные ритейлеры имеют в нашей индустрии долю порядка 11-13%. Сравнение, ну вот просто как пример, да, я привел. А второй, поэтому закупки делаются разным принципом. Второй немаловажный момент. Мы, конечно, вошли в ВТО, но мы в него будем входить еще в течение 5-6 лет, я могу сказать. И у нас на ряд продукций существуют таможенные пошлины, которые просто автоматически влияют на маржинальность не в лучшую сторону. При этом, замечу, мы не поднимаем цены в России относительно, допустим, европейских. Ну и третий фактор. Вся электроника, по большому счету, производится в Китае. В Китае либо сама продукция, либо комплектующая. Китайский рынок, он сидит на долларе. И поэтому, когда что-то производится в долларе и продается за доллар, это всегда будет прямая связь в деньгах. Если будет евро, рубль, то каждый пересчет, он будет придавать свои курсовые разницы. Но никто над Россией, так сказать, не думает, это третий там какой-то там, не знаю, рынок третьего сорта, и давайте здесь зарабатывать там три шкуры. Абсолютно. Окей, но цену в любом случае формирует ваша маркетинговая команда, которая, конечно же, оглядывается, наверное, на действия конкурентов. Естественно. То есть вы не можете любую цену указать? Ну, фактически, если захотеть, мы можем, но мы же не хотим себе делать во вред, выпуская продукцию. Поэтому, естественно, мы проводим определенный бенчмарк и ориентируемся. То есть в зависимости от того, куда мы хотим позиционировать тот или иной продукт. Окей, а вот можете немного рассказать про свою маркетинговую команду? Как вы ее формируете? Ну, формирование маркетинговой команды, я думаю, на самом деле вещь некая постоянная. Я имею в виду, что команда одна и та же не способна продвигать продукты, потому что индустрия очень быстрая. У нас цикл продукта от одного... Сократился, наверное, сейчас, да? Ну, когда-то он был длиннее, потом сократился вообще безумно. Сейчас снова, скорее, будет тенденция к небольшому удлинению цикла, жизненного цикла продукта. Но, скажем так, все равно пару лет это максимум. И, соответственно, если вдруг компания делает какие-то радикальные шаги, то одни и те же люди не могут в умах просто так все переключить. Поэтому постоянно должна идти подпитка новых людей. Но вы нанимаете новых людей, увольняете старых? Ну, новых, старых увольняем. Я бы так не сказал. Скорее стараемся мотивировать людей, рабочих в команде, для того, чтобы они росли и занимали новые должности. А, соответственно, снизу, скажем так, с начальных позиций набираем новых людей. Могу сказать, что у нас работают несколько человек, которые до этого, допустим, работали консультантами в магазинах. Почему? Потому что... Хорошо знают потребители, наверное. Они хорошо знают потребители. А какие вот, вы считаете, за пару лет последних произошли серьезные изменения вот в области маркетинга, маркетинговой политики в России непосредственно? Ну, говорить о том, что это прямо изменения, наверное, тяжело. Но вот могу сказать тот пример, который сейчас очень важен для нас, для нашей компании. Скажем, небезызвестный маркетинговый ход – это то, как Apple продает свою продукцию. Да, она во всем мире продается по системе предзаказов. Но при этом в России он эту систему... У нас неужели такого не было? Ну, он конкретно Apple не применял. Хотя, наверное, система предзаказов Apple – это Apple самая крупная в мире. Вот мы стали пробовать понемногу внедрять эту систему и постепенно оттачивать ее технологически. И последний продукт, который мы выводили на рынок в продажу несколько месяцев назад, вот прошло уже там 2-3 месяца продаж, а мы все еще выполняем предзаказы. Мы их собрали гораздо больше, чем мы планируем. Значит, есть спрос большой, есть дефицит даже, как в советское время. Ну да, можно сказать так. Именно при такой форме у человека есть, у потребителя есть возможность спокойно обдумать. И он принимает решение, абсолютно четко понимая, что ему это нужно. А мы предоставляем, естественно, при предзаказе какие-то специальные предложения. Здорово. Никогда не знал, что это такая новация и новинка для российского рынка. Для российского рынка это однозначно новация, потому что, когда я сравниваю маркетинговые ходы и разные технологии, применяемые в России и в Европе, у нас много отличий. У нас по-другому работают интернет-магазины, абсолютно. У нас система плат другая. У нас, наверное, структура спроса отличается довольно серьезно. У нас люди, покупая в интернет-магазины, приезжают и сами забирают товары. Я даже коллег спрашиваю, почему они говорят, что рядом с ним. Но мы не будем топтаться по почте России в очередной раз. Я просто говорю, тут еще очень много факторов. Когда ты просто берешь что-то вроде бы известное, под другим углом это выводишь на рынок, используешь это, приносит абсолютно другой результат. Кстати, как вот западные кейсы работают в России? И в этом смысле вы полагаетесь на свой опыт или нанимаете каких-то подрядчиков? Что вообще можно переложить на партнера? Во-первых, то, что из кейсов западных партнеров можно и нужно брать всякие best practices. Это однозначно нужно обязательно делать. Потому что там много очень интересных идей, которые, возможно, мы просто не просматривали их как идеи для нашего рынка. У нас, потому что другая почва для этого, и нам казалось, что это невозможно. Поэтому однозначно мы используем best practices из других стран. Но что касается того, как мы реализуем эти подходы здесь, в России, естественно, какие-то вещи реализуются при помощи партнеров, агентств, с которыми мы работаем. Какие-то вещи мы реализуем сами. Как вы разделяете, что делать самому, а что агентству отдавать? Я бы сказал так. Там, где мы должны быть сами ближе к потребителю, мы либо уже делаем, либо стараемся делать это сейчас напрямую. Потому что нам нужен близкий контакт с конечным пользователем. То, что модно называть CRM, когда ты можешь вести прямое взаимоотношение с конечным потребителем, мы стараемся вот эту часть брать на себя все больше и больше. Кейс – это очень хорошая такая глянцевая сторона маркетинга. Вы можете припомнить и откровенно, может быть, нам рассказать, какие у вас были, возможно, неудачи? И как вы относитесь вообще к риску в маркетинге? Ну, вообще к риску в маркетинге, я думаю, относиться надо абсолютно нормально, потому что в бизнесе риск, он как бы часть процесса естественного. У нас бизнес быстрый, и поэтому у нас там на 10 решений, к сожалению или к счастью, всегда происходит какое-то одно, которое, возможно, должно было быть реализовано по-другому. Мой личный опыт подсказывает, что ты сидишь, общаешься с кем-то, какой-то твой партнер, и ты уверен, что он точно так же, как и ты представляет конкретный какой-то бизнес-вопрос, допустим, какую-то маркетинговую идею. А потом, когда происходит реализация, ты видишь, нет, это реализовано не так, как это должно быть. По факту, почему это происходит? Потому что у тебя предположение о неком идеальном состоянии одно, а у того партнера другое. И надо разжевывать буквально каждую вещь, каждый момент проговаривать. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть, наверное, какие-то увлечения личные? И как личные увлечения могут повлиять на бизнес или на мотивацию вашей команды, с которой вы работаете каждый день? Ну, увлечения разные есть. За 20 лет фотографии, во-первых, фото уже не могло не стать хобби. Профессии, наверное, даже. Не-не-не, как раз не профессии, а именно хобби. И никогда не пробовали продавать свои фотографии? Свои фотографии нет. В основном фотоаппараты. В основном фотоаппараты, да. Но однозначно мне нравится фотографировать. Из того, чем реально больше всего люблю заниматься в свободное время, наверное, это все то, что связано как-то со спортом. Но это связано и с собственным детством, потому что я много спортом занимался. Но в компании я пришел, когда, допустим, в «Олимпус», я был удивлен, что много департаментов, как я уже рассказывал, и они почему-то не были объединены. Традиционно для российской компании. Люди ходили в фитнес-клубы, но, допустим, не играли вместе в футбол. И вот прошедшим летом я, по крайней мере, очень активно, там, и со стороны даже топ-менеджмента поддерживал идею создать команду. Мы ее сделали, участвовали в турнире. Самое главное, после этого такое количество людей друг друга стало нормально и хорошо знать. И бизнес-процессы пошли на другом уровне. На продажах это сказывается положительно? Однозначно. Потому что были моменты, когда кого-то приходилось в бизнес-вопросе таким образом, скажем так, продвигать, что напоминать ему, как же ты играл вчера в футбол, что ты сегодня не можешь делать такую-то вещь. Прекрасно. Спасибо большое. Очень интересное интервью. Я желаю вам просто успеха в продвижении и развитии своего бизнеса. С вами была программа «Хэштег» Дмитрий Сокров. В гостях у нас был Павел Гуров, компания «Олимпус Москва». Спасибо. Спасибо.